С возвращением. Меня зовут Дэйв. Это радикальная независимая газета. Сегодня на шоу снова появился наш гость номер один, которого люди всегда спрашивают меня, когда у вас снова будет Скотт Риттер. И я подумал, что сегодня будет идеальное время, чтобы Скотт Риттер вернулся к визиту Зелинского и некоторым вещам, которые происходили в последнее время. И я также хочу получить обновленную информацию Скотт о том, что происходит на местах в Украине, потому что я провел много исследований. И я действительно не могу найти много информации. Но прежде чем мы перейдем к этому, я просто хочу поддержать это. Немного поздновато для рождественского подарка, если ты не знаешь, что ты занимаешься доставкой товаров ночью или что-то в этом роде, но это разоружение во времена перестройки. И контроль над вооружениями в конце Советского Союза Скотта Риттера. Это его последняя книга, любезно предоставленная Скоттом Риттером и издательством Clarity Press. Как дела, Скотт? У меня все хорошо. Спасибо. А ты сам? Да, я не совсем в праздничном настроении, но я стараюсь. Я действительно очень стараюсь. Всего пара дней до Рождества, и ты знаешь, что мир погружен в хаос, и просто трудно сосредоточиться, понимаешь, о чем я. Да, я точно знаю, что ты имеешь в виду. Итак, Скотт, как я уже сказал во вступлении, я пытался найти достоверную информацию и даже побывал в некоторых местах, где немного лучше, когда дело доходит до репортажей об условиях на местах в Украине. Мы знаем, что Россия активизировала свои усилия на Украине, пытаясь, возможно, немного ускорить процесс. Я думаю, что они долгое время пытались быть более дипломатичными в своем подходе. А НАТО продолжает просто как бы принимать этот сценарий бесконечной войны. И у нас появился Зелинский, и он получил, я думаю, еще 45 миллиардов долларов, по крайней мере, это то, что было обещано. Он, вероятно, получит больше. Я знаю, что у нас нет войск на местах, но у нас есть материально-техническое обеспечение там, на местах, которое предположительно делает некоторые вещи, которые вы можете сделать. То есть проверяет это оружие, чтобы увидеть, вы знаете, куда оно направляется и как оно распределяется и так далее. Ты можешь сообщить нам обновленную информацию об условиях на местах в Украине? Во-первых, я предварю это тем, что помимо борьбы с простудой, я сижу за письменным столом за тысячи миль от линии фронта. Так что у меня нет никаких знаний или информации с первых рук. Все, что я предоставляю, это преимущество дальней связи обзора. Верно. Но ты знаешь, мы находимся на заключительной стадии того, чем мы были, того, что я называю периодом стабилизации после драматических преступлений Украины в сентябре. Их захвата или возвращение территории в Каркове, оккупации Керсонского плацдарма и мобилизации 300 человек, резервисты из России. Такие вещи требуют времени, и все ожидают не мгновенных результатов, а мгновенных результатов. Мы живем в 24-часовом цикле новостей, и все хотят мгновенного результата, но ты мобилизовал 300 человек. Почему ты не выиграл войну сегодня? Ну, как президент Путин ясно дал понять буквально на днях, 150 мобилизованных прибыли на фронт, но 150 все еще завершают свою подготовку. Люди, прибывшие на фронт, это войска, которые необходимы для стабилизации линии фронта, наращивания секторов до полной численности. Завершение установки укрепленных укреплений в глубине. Это важно. Сейчас это точно так же, как при тушении пожаров. Прежде чем атаковать пожар в дикой местности при тушении пожаров, ты должен обезопасить свой рейс. У тебя должна быть позиция, с которой ты действуешь, и с которой ты не двигаешься. Вот и все бум. А затем ты поворачиваешься, ты поворачиваешься и так далее. Это то, что делают русские. Они укрепляют оборонительную линию. Украинцы никуда не денутся. Они бьются головой российские позиции, убивая еще тысячи солдат, чтобы получить больше техники. Тем временем русские заботятся о том, чтобы все, что произойдет в будущем, происходило на прочной основе, которая не будет сдвинута Украиной. 150 военнослужащих, которые завершают свою подготовку, это войска, ориентированные на наступление, которые мы видели, вы знаете, для всех людей, которые говорят, что у России заканчивается техника, я просто говорю. Посмотрите видео прибытия сотен современных танков Т-90, Т-80 и новой модели Т-72. Системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и так далее. Это техника, которая прибывает на фронт, на которую обрушатся эти 150 военнослужащих, а затем они будут убивать украинцев. И это произойдет где-то начиная со следующего месяца. Это то, что я всегда говорил, русским потребуется некоторое время, чтобы подготовиться. И я сказал, что ты начнешь видеть, как эти войска прибывают в большом количестве в декабре, и они завершат свою подготовку где-то в январе. И именно тогда русские начнут делать то, что они делают. Мы видим тяжелые бои в очень критическом городе под названием Бахмут. Это украинское название. Я думаю, что Артемов это какой-то вариант этого. Я уверен, что все, что я пытаюсь сказать, является русским термином. Но ты же знаешь, русские находятся на пороге того, чтобы разрубить Гордиев узел. А это и есть Бахлут, когда дело доходит до обороны. Эта оборонительная позиция строилась 8 лет, укрепленная, знаете ли, семью, восемью, девятью оборонительными линиями, железобетонными бункерами, укрепленными подвалами и так далее, и русские сокращают ее, и как только они возьмут Бахмут и свернут украинскую оборону, появится возможность для наступления. Русские должны сделать то, что, по их словам, является их приоритетом номер один. А именно с их точки зрения, освобождение Донбасса от всей территории, которая включает Донецкий и Луганский обелиски или Народные республики. Но это не просто освобождение этой территории, а тиснение украинцев на глубину более ста километров, чтобы они никогда больше не могли стрелять артиллерийскими снарядами, которые падают на землю Бомбаса. Это и есть цель России. Они собираются ее достичь. И при этом они, вероятно, будут в состоянии захватить Коков, и они будут в состоянии угрожать Николаеву. И важная вещь в уголке к городу Николаеву, что это открывает ворота для захвата Одессы, и если Россия захочет обеспечить Коков. Сука, ебать! О! Ебать! 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 Я не думаю, что это может произойти, но вести войну на два фронта всегда сложнее, чем войну на один фронт. Пиздец! И я думаю, что русские добиваются гораздо большего, имея потенциал для нападения из Беларуси, чем делая это на самом деле. Обладая потенциалом, ты все равно замораживаешь значительные украинские силы, которые нельзя отвлечь в другое место. В то время как ты устраняешь сложности, логистические и оперативные сложности, связанные с попытками сражаться с украинцами на двух фронтах. Я думаю, что русские готовятся к очень, очень успешной зимней кампании, которая начнется весной, что приведет к кардинальным изменениям на карте с точки зрения приобретения территорий и поставит русских в такое положение, когда к концу весны они потребуют безоговорочной капитуляции Украины. И если Украина, так сказать, не преклонит колено, Россия захватит Одессу, соединится с транзитерией и завершит физическое уничтожение украинских вооруженных сил к концу лета. Так что я думаю, что именно туда мы сейчас и направляемся. Да. Что касается реальных условий на местах прямо сейчас, я слышал, что там часто перебой с подачей электроэнергии. Я слышал об эвакуации людей и так далее. Как много ты знаешь об этих вещах? Об условиях жизни украинских мирных жителей. Правильно. Их электросеть разрушается, пока мы говорим. Более 70% ее было разрушено в любой момент времени. Да, украинцы могут отремонтировать ее, но этот ремонт не в состоянии компенсировать нанесенный ущерб. Этот ущерб будет продолжаться. Я верю, что цель русских полностью выпотрошить ее. Украина — современное национальное государство, способное поддерживать значимые социальные функции. Это смерть нации. За этим стоит пара целей. Ты мешаешь Украине действовать сплоченно. Это командование и контроль и так далее. Ты ограничиваешь логистику. Способность перевозить оборудование поездом, автомобильным транспортом и так далее сильно ухудшается. Ты ограничиваешь связь, командование и контроль. Но, может быть, самое главное, ты приносишь войну домой украинскому народу. В Украине больше не будет вечеринок в течение всего лета. Ты едешь в Киев, ты едешь в Львов, там есть дискотеки, есть танцевальные залы, заполненные людьми, которые занимаются своим делом. Извини, что мои танцевальные движения довольно уродливы. Но там, снаружи, они делают свое дело, веселятся от души, пьют, в то время как на передовой убивают мальчиков. Этого больше не происходит. Народ Украины просыпается и осознает тот факт, что идет война и что она идет не очень хорошо. Это очень трудно, одно дело прийти домой немного на веселе с вечеринки. Включить телевизор и услышать, как украинский пропагандист рассказывает тебе, как здорово обстоят дела на передовой. Ты можешь верить в эту чушь, если хочешь. Совсем другое дело сидеть дома и дрожать, ни света, ни генератора, ничего. И когда ты наконец настраиваешься, ты что-то знаешь и слышишь, как хорошо идут дела на передовой, ты понимаешь, что это полная подготовка. И дело не только в том, что это приносит войну домой, это деморализует украинские войска на передовой. Одно дело, когда ты замерзаешь в окопе, тебя взрывают и так далее. Совсем другое дело замерзать в траншее, зная, что дома мерзнут твоя жена и дети, зная, что у бабушки нет еды, зная, что знаешь ли жизнь, это ад. Это деморализует их. Так что общее воздействие российской стратегической воздушной компании на Украину еще больше снижает их способность оказывать что-либо. Отдаленно напоминающее продолжение сплоченного сопротивления России. Да, украинцы будут продолжать сражаться. Да, во многих случаях они будут сражаться храбро. Да, они будут продолжать наносить потери русским, но все они погибнут. Это просто факт. Ты ни за что не изменишь этот исход на поле боя. Украина проиграла, проигрывает и будет проигрывать. Вау. Вот почему ты у нас на Скотте. Я думаю, нам нужно привнести немного реальности, и именно поэтому ты у нас в шоу. В противовес тому, что ты только что сказал, сенатор Линдси Грэм говорит, что война на Украине закончится только в том случае, Скотт, если Путина уберут. У меня даже нет слов, чтобы по-настоящему прокомментировать это заявление, кроме как подумать про себя. Он сумасшедший. Эти люди, которые продолжают говорить подобные вещи, они по сути говорят, «Эй, мы хотим смены режима в России». Я никогда не думал, что это не маленькая страна. Разве это не похоже на самую большую территорию любой страны, Россию, и ты просто собираешься? У тебя нет никакого плана. Когда ты якобы свергнешь Путина, каков будет следующий шаг? Каков план? И я не вижу, чтобы Соединенные Штаты и НАТО объединились, чтобы свергнуть Владимира Путина. Я просто не вижу в этом реальности. Но это пропаганда, и она есть в обеих политических партиях. В карманах республиканской партии есть небольшое сопротивление. Мы видели это прошлой ночью во время фиаско Зелинского, я назову это так. Но как ты относишься к тому, что сказала Линдси Грэм? Я стараюсь быть здесь милым. Это мое мнение. Мое мнение, вероятно, не прошло бы мимо интернет-цензуры. Линдси Грэм — презренное человеческое существо. Тот факт, что жители Южной Каролины продолжали избирать этого ужасного человека на пост, свидетельствует о качестве жителей Южной Каролины. И да, я разговариваю с кем угодно из Южной Каролины и слушаю. Если ты голосовал за Линдси Грэма, ты такой же злой, как и он. Ты такой же никчемный, как и он, ты презренный, иди к черту, иди прямо, Ват. По дороге, Ват, подумай об этом, пожалуйста, оглянись вокруг своей прекрасной территории Южной Каролины, потому что ты часть Соединенных Штатов, часть прекрасного. Видишь, ты, может быть, и презренный человек, но эта земля заслуживает некоторого уважения. Задумайся над тем фактом, что Россия только что активировала два полка дорожных мобильных ракет ЯРС. Это передовые системы, каждая из которых несет несколько боеголовок. Некоторые из этих боеголовок являются авангардными гиперзвуковыми боеголовками. Они уничтожат все ваше государство в этой стране. Ты хочешь убрать Владимира Путина? Ты думаешь, что это хорошая идея? Попрощайся с Америкой, потому что это то, о чем мы говорим. Это буквально то, о чем мы говорим. Насколько ты можешь быть глуп? Мы ответили на этот вопрос. Ты голосовал за Линдси Грэм. Так что мы знаем, что ты чертовски глуп. Они готовятся активировать ракету Сейтан-2, гигантскую жидкостную ракету с 15 ядерными боеголовками, которые, эй, угадай, что делают ученые-ракетчики. Ты не ракетчик, потому что ты беспокоился бы о том, чтобы быть достаточно умным, чтобы не лететь по суше, но ты это сделал. Так что мы знаем, что ты глуп. Так что позволь мне упростить тебе задачу. Для всех вас идиотов, которые думают, что мы можем построить систему противоракетной обороны, чтобы сбивать российские ракеты. Ты же понимаешь, что наша противоракетная оборона основана на стрельбе русских над Северным полюсом, не так ли? Или ты не знал, что еще глупее? Ты ничего не знаешь. Но им не обязательно увольнять людей за Северного полюса. Видишь, у Сармата есть кое-что с юга и с другой стороны. А у нас там нет никакой противоракетной обороны. Там по 15 ракет с каждой ракеты. У них их будет несколько, так что они завалят нас сотнями ракет, каждая из которых будет мощностью от 150 до 300 килотонн. По сути говоря, что одна ракета в центре Нью-Йорка заставит его исчезнуть. Выпущены сотни ракет, по 15 ядерных боеголовок каждая, каждая из которых способна поместить эту боеголовку в пределах 10 метров от намеченной цели. Таким образом, Соединенные Штаты буквально исчезнут одним махом, не имея возможности защищаться, и вы хотите убрать российского лидера зная-зная. О, опять ты ничего не знаешь. Мне жаль, я приношу свои извинения. Я делаю определенные предположения, что вы, ребята, действительно что-то знаете, прежде чем голосовать за человека, который делает заявление, ставящее под угрозу безопасность Соединенных Штатов. Прекрасно зная, что если Соединенные Штаты когда-нибудь нанесут обезглавливающий удар по российскому лидеру, это то, что называется мертвая рука, система периметра сработает. Это происходит автоматически, детка. Ты не можешь это остановить. Ты думаешь, что нанесешь упреждающий удар по России? Это не так. Давай предположим, что ты это сделаешь. Ты убьешь Путина. Вау-ура, огонь по периметру. Все эти ракеты, о которых я только что говорил, автоматически приведут тебя к смерти. Каким же глупым ты можешь быть? И почему ты хочешь нацелиться на Путина? Что ты знаешь о Путине? Бьюсь об заклад, большинство из них даже не могут правильно произнести его имя. И все же ты собираешься сидеть здесь и говорить, что мы должны избавиться от Путина. Мы должны избавиться. Ты ничего не знаешь о Путине. Ты ничего не знаешь о России. Ты ничего не знаешь о сложности отношений между народами. Если бы ты знал, то понял бы, что Россия вовсе не представляет угрозы для Соединенных Штатов. Россия не стремится угрожать Соединенным Штатам, бросить вызов Соединенным Штатам во всем мире, сделать что-то другое, кроме как выжить как суверенное государство, свободное от внешнего вмешательства, которое мы, Соединенные Штаты Америки, навязываем им десятилетиями. Я имею в виду, что это меня просто бесит. Я не прошу людей оборачиваться твоим флагом. О, тебе не обязательно любить людей. Ты можешь сидеть здесь и быть таким, ты можешь жить в своем маленьком коконе предрассудков, расизма. Называй это как хочешь, особенно в Южной Каролине. Все вы белые люди, я знаю, кто вы такой. Ты знаешь, что ты избиратель Линдси Грэм, так что мы знаем, кто ты такой. Вау! Я просто говорю прямо. Если ты хочешь бросить мне вызов в Южной Каролине, пригласи меня туда, давай сделаем это. Да. Давай сделаем это. Ты голосовал за Линдси Грэм. Вы все вместе отстой, все вы. Если ты, если ты... Я голосовал за Линдси Грэма не для того, чтобы лучше заставить оппонента отстранить его от должности. Правильно. Не сиди сложа руки и просто смирись с тем фактом, что тебя постоянно избивает один из самых российских людей в американской истории, Линдси Грэм. Хорошо, он отвратителен как человек. Он не настолько умен. Я юрист военно-воздушных сил. Благослови Господь военно-воздушные силы. Лучше подбирай своих офицеров и адвокатов. Линдси Грэм, позор униформы военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Он позорит Соединенные Штаты Америки. Он позорит присягу, которую он принес. Это человек, который хочет убить каждого американца. За что? Что Линдси знает о России? Ни черта. Линдси Грэм, давай сделаем это в любое время, когда ты захочешь. Публичные дебаты в любом месте. Я поеду в Южную Каролину, я поеду к тебе на задний двор. Давай устроим дебаты о России прямо сейчас. Я раздавлю тебя как насекомое, которым ты являешься, потому что ты ничего не знаешь. Потому что если бы ты что-то знал, ты бы не говорил о том, что делаешь. Ты бы не стал подвергать риску жизни своих сограждан, пытаясь заработать дешевые политические очки. Потому что ты знаешь, что американская общественность была запрограммирована годами русофобских импульсов СМИ принимать за чистую монету любую глупость, в которой ты уверен относительно России. Но если ты выложишь на стол факты о России, они уйдут и скажут, почему мы это делаем. Русский народ не представляет угрозы для Америки. Русский народ не хочет причинять вред Америке. Это благодаря Линдси Грэму, русскому народу, который в свое время действительно смотрел на Америку снизу вверх. Я имею в виду, что мы когда-то были союзниками, люди склонны забывать об этом, знаете ли, в Соединенных Штатах, потому что у нас нет настоящих друзей. Все просто вопрос удобства для Америки. Мы склонны забывать историю Второй мировой войны. Но для русских, для которых дружба действительно что-то значит, несмотря на все, что происходит сегодня, они помнят, что произошло во время Второй мировой войны. Они помнят Ленд-Лиз. Они помнили о союзе. Они с добротой отзываются о Франклине Делана Рузвельте. Они помнят, как мы вместе работали над уничтожением зла, которое было нацистской Германией. Они вспоминают это с нежностью. Они не переписывают историю. Ты знаешь, они не выпускают памятные монеты, на которых изображены только флаги Великобритании, Франции и Соединенных Штатов, когда речь заходит о победе над нацистской Германией. Мы так и делаем. Они помнят все. Они уважают историю, но не Америку. Мы этого не делаем. Мы не уважаем мировую историю. Мы не уважаем нашу историю. Мы ничего не уважаем. Невежество Линдси Грэм в отношении России ошеломляет. Они не представляют угрозы, но слова Линдси Грэм отражают реальность, которая существует в политической элите Соединенных Штатов. Опять же, политическая элита, которая основана не на каких-либо академических представлениях России и ее лидии, а скорее на легкости, с которой американской внутренней политической системой можно манипулировать, используя страх и невежество, которые порождают страх и создают бугемена. Мы видели это с маккартизмом и наблюдаем это сегодня. Мы продолжаем говорить о российской угрозе, о российской угрозе, о российской угрозе, о российской угрозе, о российской угрозе до тех пор, пока ты не скажешь, и если люди пойдут. Да, есть российская угроза, нет никакой российской угрозы Америки. Нет никакой российской угрозы Соединенным Штатам Америки. Россия представляет абсолютно нулевую угрозу для нашей страны, если мы не будем действовать в соответствии с ними. А что, по-твоему, представляет собой провозглашение смены режима? Каждый раз, когда такой политик, как Линдси Грэм, выбрасывает это заявление, давай избавимся от Путина. Скажи нашему собственному президенту Соединенных Штатов, что этот человек должен уйти с поста. Ты понимаешь, что это значит? О чем ты говоришь, это не Южный Вьетнам, куда можно пойти и убить лидера. Это не Ирак, в который мы можем вторгнуться, а затем повесить их лидера за шею. Это не Линды в Чили, куда ЦРУ может отправиться и организовать государственный переворот. Это не Каддафи, которого мы можем предать в последнюю минуту, чтобы не воткнуть штык ему в задницу. Нет, это Владимир Путин, президент России, нации, которая способна уничтожить нашу нацию 20 раз с помощью ядерного оружия. Нации, у которой нет территориальных претензий к Соединенным Штатам. Россия не настаивает на расчленении Соединенных Штатов. Россия не стремится захватить политический контроль над Соединенными Штатами, но мы делаем с ними точно то же самое. Все, что я только что сказал, что Россия не делает с нами, мы едем в Россию. Мы враги России. Мы враги России. Мы желаем зла русскому народу. Мы принимаем санкции, направленные на то, чтобы причинить вред русскому народу, а не российскому правительству, русскому народу, чтобы он восстал и сверг правительства. Где бы это ни было, ты знаешь, я просто напоминаю всем на этот раз, ну не на этот раз, а полтора года назад, в 2021 году, о российских наградах. Ты помнишь российские награды? Да. Русские платят талибам за то, чтобы они убивали американцев. Это была неправда. Это была полная неправда. Полная выдумка. Но мы были возмущены тем фактом, что вы знаете, есть утверждение, что Россия, возможно, платит какие-то деньги талибам за убийства американцев, которые, кстати, находятся в Афганистане без каких-либо законных полномочий, но это не имеет значения. Но если бы русские хотели убить трех, четырех, пятерых американцев, но мы должны что-то сделать. Россия, может быть, начать войну или Россия, сделайте что-нибудь. Потому что они такие же злые, как и русские. Все в порядке. Видишь, как мы разозлились из-за перспективы потерять полдюжины американцев из-за русской награды. Что бы мы сделали, если бы Россия действительно проводила политику, направленную на крах нашей экономики, чтобы американец заморозил смерть? Что бы мы делали, если бы Россия проводила политику, направленную на то, чтобы сделать сотни миллионов американцев безработными и нетрудоспособными? Потому что у нас не было бы работы в этой отрасли. Что бы мы сделали, если бы Россия сделала что-нибудь из этого? Мы бы объявили войну России. Мы бы сказали, боже мой, на карту поставлено экзистенциальное выживание Америки. Мы должны что-то сделать. И мы, вероятно, были бы оправданы, если бы поступили так. Ты понимаешь, что такова наша политика по отношению к России? Что мы буквально находимся в состоянии войны с Россией? Мы проводим политику, направленную на уничтожение России, причинение вреда России, свержение российского лидера, и мы действуем так, как будто это нормально. Это не нормально. Слава богу, что сегодня в России есть такой президент, как Владимир Путин, у которого хватает зрелости, терпения и выдержки, чтобы не слишком остро реагировать на провокации Соединенных Штатов. Он делает самое умное, что только возможно, а именно игнорирует нас, потому что мы такие жалкие. Все, что у нас есть, это слова. Все, что у нас есть, это Линдси Грэм и его жалкие, глупые и невежественные заявления. О, у нас есть немного денег. У нас есть печатный станок на заднем дворе. Мы нажали кнопку печати, и мы могли бы распечатать столько денег, сколько захотим, и мы можем отправить их в Украину, но это никак не повлияет. О, черт возьми, почему бы не сделать это 450 долларами миллиарда Байдена, пока ты этим занимаешься? Сделай это триллионом. Иисус Христос, давай просто сойдем с ума на 5 триллионов долларов. Давай дадим Украине совокупный американский ВВП. Давай перенесем все это на Украину, и ты все равно не изменишь результат. Россия победит Украину. Почему? Ведь Россия на правильной стороне истории. Каждый аспект российского вмешательства оправдан историей. Они поступают правильно. Каждый аспект существования Украины сегодня находится на неправильной стороне истории. Они не победят. Печатай столько денег, сколько хочешь. Отдай им каждый танк из американского арсенала. Я осмелюсь тебе, Джо Байден, полосу воздуха в 2000 метрах один танк, и на поле боя будет 2000 уничтоженных танков в одном метре один. Отдай им каждую батарею Патриот в Америке, поставь ее на их землю, и все они будут уничтожены. Украина не может победить, потому что Украина находится на неправильной стороне истории, а Америка прямо там, рядом с ними. И Линдси Грэм тоже, презренный, желтобрюхий, трусливый, ехидный, какой бы другой термин я ни придумал, пока был в интернете, жалкое подобие американского политика. И еще раз я просто напомню жителям Южной Каролины, что он ваша проблема. Вы сами его создали. Избавьтесь от него. Да, Вау. У него, по-видимому, есть брат-близнец по имени Митч МакКоннелл. Я не знаю, слышал ли ты, что он сказал на днях. Я не знаю, зарегистрирован ли ты как республиканец Скотт. Я не знаю, какова твоя политическая принадлежность. Я не задавал тебе этого вопроса. Я зарегистрирован как республиканец, как республиканец Рональда Рейгана, и я сохраню эту регистрацию, чтобы напомнить республиканцам о том, как выглядит настоящий республиканец. Хорошо, достаточно справедливо, достаточно справедливо. Я прямо сейчас зарегистрирован как либертарианец, но я действительно теряю веру во все. Да, прямо сейчас я в республиканской партии. Это то, что сказал МакКоннелл. «Я уверен, ты слышал это заявление. Оказание помощи украинцам в победе над русскими является приоритетом номер один для Соединенных Штатов прямо сейчас, по мнению большинства республиканцев», — говорит Митч МакКоннелл. «Именно так мы видим проблемы, стоящие перед страной на данный момент. Ни рабочие места, ни экономика, ни инфляция, ни рынок жилья, который начинает падать, не все из того, что вы могли предвидеть. Что здесь нет ни одного упоминания об американском народе? Ни ноль. Просто большинство республиканцев. Я не могу говорить черепашьим голосом так же хорошо, как некоторые другие люди, но большинство республиканцев — это то, что мы должны делать. А я просто такой. Ты, должно быть, шутишь. И что печально, Скотт, так это то, что когда они голосуют, у них получается достаточно республиканцев, чтобы просто штамповать 45 миллиардов долларов. И ты знаешь, когда я был с тобой в последний раз, я много говорил об урагане, который пронесся здесь, и у меня был шанс побывать там в прошлые выходные. А я был в слезах. Я был там, я был с собой и своей женой. Мы поехали на пляж Форт Майерс, и я никогда, ты можешь видеть все это. Люди снимают видео, и ты видел фотографии в новостях. Но когда ты спускаешься туда и видишь разрушенные дома, они разрушенные, лежат просто в руинах на земле. И ты видишь парней, толкающих тележки с покупками, которые, вероятно, являются их вещами, возможно, единственными вещами, которые у них есть. И ты видишь песок там, где его не должно быть. И ты видишь очень мало активности, когда речь заходит о том, эй, где Фима? Где тот, кто там, ты знаешь, есть несколько благотворительных организаций, которые все еще работают на местах, но я не знаю, Скотт, сколько денег потребуется, чтобы отремонтировать Санебелл, Форт Майерс Бич, Кейп Коралл, все эти пострадавшие общины в этом районе. Но я держу пари, что это, вероятно, меньше 45 миллиардов. Это было бы мое предположение, не так ли? Но все же приоритетом номер один для Митча Маканелла является эта бесконечная война на Украине, которая, по словам Линдси Грэма, не закончится до тех пор, пока мы не избавимся от Путина, что я имею в виду, у меня нет слов, как я сказал в первый раз. Но тогда у тебя есть, ты знаешь, Митча Маканелла, который предположительно является лидером в Сенате. Я не знаю, я не знаю, почему он должен быть лидером в Сенате, но за них всех там просто продолжают голосовать. Маккарти еще один из них. Они просто говорят, эй, мы просто будем продолжать делать то же самое и надеяться на другой результат. В прошлый раз, когда я проверял, я думаю, что это было определение безумия верно, так что у нас есть не только риторика, у тебя есть риторика, у тебя есть глупая риторика парня из Южной Каролины, а парень из Кентукки говорит, наш приоритет номер один. Ты знаешь, Украина, конечно, ты знаешь, я имею в виду, он такой же маразматик и глуп, как парень, который в настоящее время является президентом Соединенных Штатов. И они, по сути, на вечеринке в универе, как я на это смотрю. Я рад слышать, что ты республиканец при Рейгане. По крайней мере, я знаю, что у тебя есть кое-какие консервативные убеждения, и я ценю это. Приятно знать, что именно этого ты придерживаешься в том, что касается твоих политических взглядов. Но что ты думаешь об этих безумных расходах? И я знаю, что ты упомянул печатный станок, и я просто не понимаю, как эти политики не видят эффекта для людей на озере на пляже Форт Майерс, которые действительно садятся на корточки. И ты знаешь, теперь, когда это произошло и прошло уже пару месяцев, люди просто, я уверен, что это происходит каждый раз, когда ураган проносится по сообществу, где да, да. СМИ были здесь пару месяцев, и мы были «Вау, мальчик, эти люди, конечно, страдают». А потом, когда эта история перестанет быть достаточно непристойной, не надо, не надо. Это не получает тех рейтингов «Скотт», которые были раньше «Эй, мы просто перевели съемочную группу новостей куда-то в другое место, и мы сплетничаем о ком-то, а затем, знаете, люди настраиваются на это». Но, чувак, неужели наше правительство облажалось? Это просто так ужасно. И как нам это исправить? Я знаю, я думаю, ты дал нам план в один из тех случаев, когда обсуждал, что делать. И я знаю, что ты можешь действовать на местном уровне. И как либертарианец, я вроде как верю в то, что, очевидно, гораздо меньше правительства, нулевое правительство, если это возможно. Я знаю, что какое-то правительство необходимо. Но, чувак, просто кажется, что наши приоритеты сильно смещены назад. И я не знаю, я не знаю, как с этим бороться. Иногда я не могу переварить это. У меня такое ощущение, что мой мозг просто отключается. Я слышу Митчи Маканелло, Линдси Грэм. И я спрашиваю, вы что, ребята, серьезно? Ты был, как ты сказал ранее, там, чтобы посмотреть, что происходит на самом деле? Ты был в Кентукки. Ты был в Южной Каролине. Ты был на пляже Форт Майерс. Это американская проблема, Скотт. Мы привыкли собираться вместе, как американцы, и говорить, знаешь что? Я понимаю, что происходит в Украине. Даже если ты думаешь, эй, мы должны быть там, это глупо, но ладно. Но в то же время я часто слышу разговоры об Америке Первой. Что такое Америка Первая? Это другие страны Первая. Это то, что я имею в виду, наш приоритет номер один. Я просто, я просто не знаю, как ты относишься к этому. Я мог бы просто разглагольствовать здесь, но ты тот парень, который является гостем шоу, и я хочу, чтобы ты разглагольствовал и бредила Митча Маканелле. Я имею в виду, давайте никогда не будем забывать, что Митч Маканелл — это тот парень, который фактически уволил Рэнда Пола, когда он выступил в Сенате в мае, попросив простым жестом генерального инспектора отчитаться за 40 миллиардов долларов, которые в то время Конгресс США готовился передать в Украину через эту новую программу Ленд-Лиза. А Маканелл такой «нет», и практически каждый, по сути, каждый сенатор-республиканец сказал «нет», кроме Рэнда Пола. И Сенат. В Сенате не произошло никаких серьезных фундаментальных изменений. Это не похоже на то, что новая волна сенаторов-республиканцев пришла с огнем в животе. Риск исходит от Палаты представителей, где в рядах назревает некоторое несогласие по поводу того, что мы делаем в Украине. Давай рассмотрим заявление Маканелла в перспективе. Почему это самое важное сегодня в Америке? В первую очередь потому, что у Митча Маканелла нет ни моральной основы, ни интеллектуальной основы, кроме политической власти. Он играет на данный момент. И момент прямо сейчас определяется визитом Владимира Зеленского в Вашингтон. Это не эквивалент, я знаю, что некоторые люди пытались сравнить это с шестом выступлением Уинстона Черчилля в Конгрессе Соединенных Штатов. Вы знаете, вы знаете, в речи, которую Черчилль произнес в Сенате, которая была в типичной чилийской манере, вы знаете шедевр риторики. Верно. Украина жива и здорова, это не шедевр риторики. Владимора Зеленского никогда не обвинят в том, что он не тот, кто он есть, а именно актер, читающий сценарий. Ты знаешь, это человек, которого на днях отправили на передовую, независимо от того, был ли он в Бахмуте, недалеко от Бахмута. Где-то, кто знает, где он вручал медали героям Бахмута. И это очень важно. Видишь ли, он должен вручить эти медали, потому что есть сценарий, которому он должен следовать. Это мистер Смит отправляется в Голливуд по сценарию. Так что он вручает медали и получает флаг с автографами всех отважных героев-защитников Бахмута. «О боже мой, слезы катятся по твоему лицу, дрожь». Это похоже на то, как Алама, Дэви Крокет и Трэвис разговаривают с ними, проводя черту на песке, вынасилуют и защитников демократии. А потом его сажают в американский самолет и везут в Вашингтон, округ Колумбии, чтобы сделать что? Встретиться с Джо Байденом в Белом доме, где ООО он может вручить Джо медаль, медаль одному из героев. О, Джо. А затем он может выступить перед Конгрессом на совместном заседании, где, в дополнение к публичному поцелую Нэнси Пелоси, на что никогда не приятно смотреть, он вручает им флаг героя, подписанный, затрапированный там. Не обращай внимания на руну СС на флаге, не обращай внимания на тот факт, что один из отважных героев на самом деле нацист. Большинство из них, вероятно, не нанесут руну СС на развивающийся флаг, потому что Конгресс уже унизил себя. Они уже привели бойцов Азова в Конгресс и так далее. Но Зеленский произнес свою речь, и вся цель этого состоит в том, чтобы создать театр абсурда, чтобы никакие голоса несогласия не могли подняться и сказать, «Эй, почему ты продвигаешь план стоимостью 45 миллиардов долларов на сессии «Хромая утка»?» Разве здесь не должна играть роль воли народа? Разве у нас только что не были выборы? Не должна. К чему такая спешка прямо сейчас? Сейчас декабрь, почти Рождество. Почему бы нам не придержать эти деньги и не позволить следующему Конгрессу проголосовать за них, чтобы можно было проявить волю народа? И знаешь, может быть Марджери Тейлор Грин встанет и задаст несколько очень острых вопросов, которые сбьют людей с толку, расстроят и заставят их сказать, «Боже мой, что мы делаем?» Нет, ты не можешь этого допустить. Мы должны поторопиться с этим, проведя сеанс «Хромой утки». И поэтому ты приводишь свою маленькую марионетку Золински, которая делает кукольные вещи. Нэнси Пелоси назвала его речь величайшей речью, когда-либо произнесенной в Конгрессе. Я дам следующее обещание. Помимо того, что я только что сказал, Украина жива и здорова. Никто не запомнит ни единого слова. Теперь ты понимаешь, я должен быть осторожен в своих словах, потому что если ты произнесешь это слово, оно было в речи, так что я не могу этого сказать. Никто не сможет собрать воедино строку из пяти или более слов из этой речи, которая была бы запоминающейся или примечательной. Эта речь уже забыта. Этой речи не существовало. Этого не было. Встреча с Байденом не состоялась. Все это не имело значения, потому что все это был театр. Это было так нелепо. Заявление Митча Маконелла, и это то, к чему я стремлюсь. Он не верит в то, что говорит. Митч Маконелл, как абсурдный жалкий американский политик, которым он является, дернул за ниточку там, где он сделал, что на первый взгляд абсурдное заявление. Потому что Украина не является самой важной проблемой для Америки на сегодняшний день. То, что произошло во Флориде, ремонт Флориды, это самый важный вопрос. Бездомные, это самый важный вопрос. Безработица, это самый важный вопрос. Студенческие суды. Мы можем продолжать и продолжать говорить о вещах, которые важнее Украины. Гораздо более важных, особенно с точки зрения американского политика, который якобы должен быть слугой американского народа. Итак, Митч Маконелл сделал заявление. Я также гарантирую тебе вот что. Где-то в январе-феврале Марти Митч Маконелл выступит с заявлением перед американским народом в качестве лидера меньшинства в Сенате о том, что Икс – это самая важная проблема, стоящая сегодня перед американским народом. И Икс не будет Украиной, потому что Митч Маконелл у него нет ни моральных, ни интеллектуальных оснований. Он политик чистый и простой. Он говорит глупые вещи, принимает глупые законы, чтобы сбить с толку глупых людей, и это единственный способ, которым я могу охарактеризовать американский народ сегодня. Коллективно глупый. Я знаю, что есть люди, которые желают добра. Черт возьми, я только что был в Эннерборе, штат Мичиган, и встретил кучу из них. Действительно хорошие граждане. Ты хороший гражданин. Там есть и другие хорошие граждане. Но знаешь что? Доброта, которую ты излучаешь, к сожалению, рассеивается в коллективном море, бурлящем океане невежества, которым является народ Соединенных Штатов Америки. Мы продолжаем избирать на посты одних и тех же идиотов. Они продолжают говорить одни и те же глупости, а мы продолжаем кивать головами, говоря «да, мы хотим больше этого, больше этого, больше этого». Опять же, просто базовый географический вызов среднестатистическому американцу прямо сейчас. Не гугли это. Просто на карте позади меня. Я там позади Дэвида, укажи Украину на карте. Прежде чем ты дашь разрешение на 45 миллиардов долларов, укажи Украину на карте. Сделай хотя бы это. И тогда мы сможем просто сделать это еще сложнее. «Покажи мне, где находится Крым, потому что ты готов умереть за это». Помни, Линдси Грэм просит тебя умереть, потому что, говоря, что мы хотим избавиться от Владимира Путина, он просит тебя отдать за это свою жизнь. Так что, по крайней мере, укажи, прежде чем ядерный взрыв взорвется и испарит тебя. Твоим последним жестом должно быть поднять палец и трогательно указать, где на карте находится Крым. Чтобы ты, по крайней мере, знал, за что умираешь, потому что, верно, разве не в этом все дело? Освобождение Крыма? Вернуть Крым его законным владельцам, украинскому народу, который является самым благородным народом по духу. Черт возьми, почему бы нам просто не спустить американский флаг, не поднять этот украинский флаг с автографом и не признать, что мы не более чем, как вы знаете, Банк Украины? Это все, для чего существует американский народ. Пожалуйста, иди на работу. Принеси домой свою зарплату, пусть правительство заберет ее, чтобы мы могли продолжать финансировать нашего господа и господина Зеленского. Он сегодня самый важный человек в мире. Я удивлен, что мы просто не заменим Джо Байдена Зеленским. Зеленский сказал Белому дому, что он мог бы сделать свою работу лучше. То же самое и с Нэнси Пелоси. И каким бы плохим ни был Зеленский как оратор, помните, что он работает по сценарию, но, по крайней мере, у его спичрайтеров больше интеллекта и связанных сообщений, чем у Нэнси Пелоси за последние десятилетия ее жизни. Так почему бы нам просто не быть честными? Я всегда отчитывал европейцев, когда приезжал туда и выступал перед парламентским органом. И последнее, что я им скажу, это, пожалуйста, снимите свой флаг, поднимите американский флаг, потому что вы не более чем жалкая колония Соединенных Штатов Америки. Но ты знаешь, пришло время нам признать, кто мы такие. По-видимому, мы не более чем колония Украины, потому что Украина способна послать сюда своего жалкого маленького лидера-комика, а затем волшебным образом напечатать 45 миллиардов долларов и получить их без этого. Попросите губернатора Флориды приехать и попытаться добиться встречи с ним в Белом доме. Да, ты знаешь, может быть, он сможет вручить ему монету вызова от пожарной службы Форт Майерса. Спасибо тебе, мистер президент. Вот монета вызова от пожарной службы, которой больше не существует, потому что изданий больше нет, пожарные машины ушли. Здесь нет города, который нужно защищать. Но не мог бы ты, пожалуйста, попросить Конгресс напечатать 45 миллиардов долларов для жителей Флориды? И тогда, может быть, Санто мог бы выступить с совместной речью перед совместной сессией Конгресса, где он мог бы вручить флоридский флаг. Он мог бы попросить кого-нибудь из первого респондента подписать его. Держу пари, что никто из них тоже не написал на нем Рунасес. И тогда они смогут перевернуть флаг. Все встают и аплодируют ему стоя, когда они штампуют 45 миллиардов долларов из средств американских налогоплательщиков, которые будут отправлены во Флориду. По крайней мере, ты поможешь американцам. Но нет, Зеленский приходит и в течение одного дня получает 45 миллиардов долларов вот так. Никаких вопросов. Никаких вопросов. Да. Неужели это то, во что превратилась Америка? Я так думаю. Мы есть, мы есть, мы колония Украины. Славянин Украины. Это моя новая вещь. Больше нет, Боже, благослови Америку. Я чистокровный славянин Украины, потому что, по крайней мере, я честен. Я честен в том, что мы служим этому неонацистскому режиму в Украине. Когда лидер неонацистского режима может приехать в Соединенные Штаты, встретиться с президентом Соединенных Штатов, вручить ему фальшивую медаль, встретиться, провести совместное заседание Конгресса, вручить им фальшивый флаг с автографами СС на нем, а затем уйти с 45 миллиардами долларов. Чувак, здесь что-то не так. Да, да. О, Боже, ты просто, ты только что справился с этим. Да, я слышал, как кто-то на Такере Карлсоне, у него был гость, сказал, эй, по крайней мере, теперь Конгресс наконец нашел флаг, который они могут одобрить и поддержать. И поэтому я не знаю, это было по-настоящему. Держу пари, что они приняли закон, который гласит, что нельзя сжигать украинский флаг. Держу пари, что ваш Конгресс прямо сейчас принял бы закон. Ты не можешь сжечь американский флаг. Или нет, нет, украинский флаг. Украинский флаг, да. Я имею в виду, что я наблюдаю. Держу пари, они тоже скажут, что из-за его автографов они скажут это. Это живое воплощение нации. Это живой символ. Знаешь, на днях я разговаривал кое с кем и сказал, ты ведь читал закон о флаге, верно? Ты же знаешь, что закон Соединенных Штатов говорит о флаге. Согласен ты с ним или не согласен, это не имеет значения. Закон есть закон. Это живое воплощение нации. Это живой символ нашей нации. Живой символ. Он живой. Теперь я знаю, что люди скажут тебе, нет, Скотт, это кусок ткани. Я знаю, но это живой символ в соответствии с законом. И все же Верховный суд говорит, что мы можем сжечь это, потому что это свобода слова, хорошо? Я здесь не для того, чтобы ввязываться в кулачный бой из-за флага. Я бы хотел это сделать, но Верховный суд говорит мне, что я не могу, потому что я должен терпеть свободу слова, а я верю в свободу слова. Итак, ты хочешь сжечь флаг? Сожги флаг. Я не в восторге от этого. Это твое дело. Да. Но теперь, при всем неуважении, которое мы проявляем к американскому флагу, нашему собственному флагу, у нас теперь есть этот украинский флаг, перед которым, по-видимому, я думаю, мы преклоняем колени. Это то, что мы сейчас делаем? Ты становишься на колени, а потом ползаешь. Нам не разрешается поднимать на него глаза, если только они не будут сожжены видом этого великолепного сине-желтого неба на золотых полях Украины с автографами нацистских защитников Бахмуда, которые нанесли руну СС на свой флаг, но мы должны игнорировать это. Это же, боже мой, до чего мы докатились в этой стране? До чего мы докатились? Нет, 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 нет. Так не может быть. Это из тех вещей, которые в старые времена вы бы действительно посмотрели на улицу, и весь район вышел бы с вилами и лопатами. И мы бы маршировали, знаете ли, с факелами в руках, чтобы сжечь людей, которые таким образом позорили нацию. Нет, но мы все сейчас дома и пытаемся придумать, как нам втиснуть этот последний час в торговый центр, чтобы купить этот последний подарок. Опять же, я люблю рождественское время дарения подарков. Но я не человек, если ты сосредоточен на том, что упускаешь из виду общую картину. Мы только что заставили Конгресс Соединенных Штатов опозорить всех нас, опозорить всех нас, позволив этой марионетке произнести эту речь. И это не было. Это даже не было честным усилием. Они знали, что будут голосовать за 45 миллионов миллиардов. Это был чистый театр, чтобы подавить тех немногих храбрецов в Конгрессе, которые собирались высказаться против этого. Верно. Все это было сделано с помощью театра. Зеленский вошел, прочитал свой сценарий и ушел. Да. Это того заслуживает, ты знаешь, что сказал Шон Пен, спасибо тебе. У тебя хватило дальновидности увидеть, что Зеленский достойный актер, ты поставил спектакль на уровне Оскара. Шон Пен распознал этот потенциал. Итак, Шон, выпьем за тебя, чувак, за то, что ты признал, что Зеленский заслужил этого Оскара больше, чем ты когда-либо. Да, да. Это действительно грустно. И я думаю, что Шон Пен не так давно общался с Шоном Хеннити из всех людей, в основном с теми двумя, которые якобы расходятся во мнениях по поводу политики, не так ли? И у них у всех сейчас момент кумбайя, ты знаешь, эй, ты знаешь, нам действительно нужно поработать над тем, чтобы убрать. Я думаю, цель состоит в том, чтобы убрать Путина. Я не знаю, говорил ли это Хеннити, но очевидно, что они все еще живут в этом. Скотт, похоже ли это на менталитет холодной войны, что они все живут в Советском Союзе? Ни разу в холодной войне, ни разу в холодной войне. Никогда, я скажу это снова. Ты никогда не слышал, чтобы американский лидер говорил, что нам нужно убрать Фушева. Да. Нам нужно убрать Брежнева. Нам нужно убрать Антропова. Нам нужно убрать Черниенко. Нам нужно убрать Горбачева. Никто никогда этого не говорил. Почему? Потому что последствия были известны. Верно. И вот еще что для всех вас, теоретиков заговора, которые задаются вопросом, как кто-то убил Кеннеди. Кто-то убил американского президента. Да. Позволь мне просто рассказать тебе кое-что по-быстрому. О, ты начинаешь уничтожать иностранных лидеров. Я могу гарантировать тебе, что в конечном итоге они уничтожат наших лидеров. Наши лидеры — самые уязвимые люди в мире. И ты знаешь, я бы не хотел сегодня быть агентом секретной службы, особенно учитывая тот факт, что у вас есть Линдси Грэм, Митч Маконнил и Шон Хэннити, которые говорят о том, чтобы убрать Владимира Путина. Опять же, слава богу, Владимир Путин — единственный взрослый в комнате. Как взрослый, он сидит там в этом детском саду, сошел с ума, наблюдая, как дети дергают себя за волосы, плюют, соблевают, какают, что бы они еще не делали. И он такой, «Хорошо, дети останутся детьми. Я собираюсь навести порядок, хорошо? Всем пора вздремнуть. Слава богу, что Путин — этот парень. Потому что, если бы он не был тем парнем, если бы он, у него было бы оправдание для совершения целой кучи вещей». Еще раз, пожалуйста, американцы, поставьте себя на место Владимира Путина. Представь на мгновение, что Путин — это Байден. И он слушает всю эту чушь, исходящую из России. Да. Ты что, сидишь там и ничего не делаешь? Правильно. Представь себя Антолием Антоновым, послом России в Соединенных Штатах прямо сейчас, сидящим в Вашингтоне, округ Колумбии, и просто слушающим все это. Верно. Ты должен быть послом, ты должен работать над хорошими отношениями, а ты сидишь в Вашингтоне, округ Колумбии. И просто смотришь на эту бурлящую массу невежественной ненависти и понимаешь, что мне нечего делать, потому что эти люди не хотят мира. Эти люди не хотят даже начинать процесс, может быть, не дружбы, хотя это было бы неплохо, но по крайней мере нормализация отношений, мирного сосуществования, чего-то еще. Но вместо этого это бурлящая масса невежества, подпитываемая ненавистью. Я имею в виду, что не могу сказать, что мне жаль этого парня. Я ему сочувствую. Да, как бы ты хотел быть послом в стране, которая ненавидит тебя и ненавидит твою страну, и этому нет оправдания, верно, ты хочешь сидеть там и говорить, эй, почему бы вам всем не прийти в резиденцию посла, а теперь по телевизору с большим экраном, я сыграю Лебединое озеро. И мы все можем посидеть здесь, а затем продолжим, ты же знаешь, Юиту Щелкунчик Чайковского. Давай отпразднуем культуру. Только для того, чтобы нам сказали, что мы не занимаемся Чайковским. Он русский. Это зло. Нет, нет, Чайковский прекрасен, вы, ребята, привыкли слушать его все время. О Сюите Нукхакера сняты фильмы. Там был фильм о чернокожих, о Лебедином озере и обо всем этом. Вы, ребята, раньше любили подобные вещи, но теперь мы этого не любим, потому что мы глупые и невежественные люди. Извини, я должен быть в хорошем настроении перед праздниками. Видишь, вот почему ты у нас на Скотте. Мы этого не делаем, ты можешь настроиться на обычные СМИ и получать поддержку группы поддержки в течение всего дня. Вот почему я упомянул Хеннити и Шона Пенна. И я помню, что видел клип из этого. Я иду, Шон Пенн и Шон Хеннити. Окей, какой в этом вообще смысл? И это для меня как бы показывает, где эта республиканская партия неоконсерваторов. Куда она все еще движется, даже когда, даже когда парень, которого они в основном поддерживали, верно, Дональд Трамп сказал, разве не было бы хорошо поладить? Помнишь, он сказал, что хорошо быть похожим на Владимира Путина? Я не знаю, действительно ли Трамп предпринял какие-то шаги, чтобы сделать это как мы, сближаясь с Россией, или что-то в этом роде. Но дело было не в этом. Он просто сделал заявление. Это похоже на людей из Конгресса, как вы упомянули Марджери Тейлор Грин и Мэтта Гетца. Я думаю, парочка из них во время той речи. Я думаю, что это были единственные два человека, которые сидели во время речи, и комментаторы вышли из-под контроля. Что это такое? На кого они похожи, Путин? Почему бы им просто не встать? Мы все должны быть морскими котиками и просто хлопать в ладоши. И удивительно, что никто не способен на самостоятельное мышление. И если они мыслят независимо, правильно, то их наказывают. Тогда из них делают таких же марионеток Путина или что там еще считается мемом того времени. И я просто ошеломлен. Послушай, я не согласен с Берни Сандерсом почти в 95% того, о чем он говорит. Но в старые времена Берни говорил что-то вроде «Эй, может быть, нам стоит как бы договориться, мы должны». И теперь ты знаешь, я думаю, он вышел и хотел что-то сказать по поводу отправки денег, и его только что застрелили в Белом доме. «Нет, извини, Берни, ты должен мне подыграть. Это просто очень жалко сейчас, когда по большей части нет никакого несогласия. И когда ты находишь пару человек, которые это делают, они подвергаются астракизму. «Эй, просто приходи с Боргом. Мы все едем в одно и то же место. Это то место, где мы все должны быть вместе, посылая 45 миллиардов долларов и поклоняясь новому Черчиллю, речи или чему-то еще». А Зелинский — это Черчилль, и люди не чешут в затылке, говоря «Да, я не думаю, что он Уинстон Черчилль. Я помню, как читал об Уинстоне. Просто выпей». Видишь, в этом-то и проблема, Скотт. Я знаю, что ты человек истории, военной стратегии, и ты вроде как знаешь, где похоронены все тела в переносном смысле, а в некоторых случаях, возможно, и буквально. Но сегодня многие американцы опять же сидят на диете из медийной нездоровой пищи 24 часа в сутки. И тебе даже не нужно быть таким умным, чтобы понять, «Эй, все вроде как говорят одно и то же». Нам нужно немного инакомыслия. «Эй, Митч МакКоннел, я не думаю, что это приоритет номер один для большинства республиканцев. Ты проводил опрос или просто выдумал это?» Ты знаешь, и это то, что происходит изо дня в день, называешь ли ты это газовым освещением, или как там это называется. А люди просто стоят там, и, как ты сказал, время снова идти в торговый центр. «Эй, Митч МакКоннел, знаешь, не нападай. Мы должны туда добраться?» Кровать Путина. Кровать Путина. Да. Мой стандарт. Это стандартное предложение для всех, для кого угодно. Я буду спорить с тобой в любое время и в любом месте. И структура дебатов такова. Ты должен выбрать три причины, по которым Владимир Путин плохой человек, и ты должен подкрепить каждую из причин пятью утверждениями о фактах. И тогда я раздавлю тебя. Я съем твой обед. Я уничтожу тебя. Я унижу тебя. Ты упадешь со сцены замертво от того, что я с тобой сделаю, потому что ты не можешь этого сделать. Не можешь этого сделать. Не можешь этого сделать. Скут Риттер. Это стандартное предложение. Да. Постоянное предложение, кто угодно. Я не должен этого говорить, но черт возьми, я все равно собираюсь это сделать. Если вы, ребята, думаете, что у вас недостаточно интеллектуальных способностей, чтобы справиться со мной, мы можем сделать это на боксерском ринге. Ты хочешь надрать мне задницу? Я здесь. Но пока мы боксируем, мы будем в шоке. На этот раз я выбью из тебя все дерьмо заживо. Я собираюсь высказать все, что я собираюсь сказать о Владимире Путине и о том, почему ты глуп и почему ты неправедный. И пока ты выплевываешь свои зубы и выплевываешь кровь, выбивая сопли, может быть, ты поймешь, что совершил ошибку. Пора вставать. Ты же не хочешь быть жестоким, а у меня будут неприятности. Моя жена будет смотреть на это. Что ты делаешь? Хорошо, я приношу свои извинения. Я не хочу ни с кем драться. Я мирный человек. Но это приводит тебя в ярость. Это заставляет меня буквально жить этим. Потому что ты знаешь, это вопрос жизни и смерти. Да. 45 миллиардов долларов. Ты что, не понимаешь, что будет с этими деньгами? Позволь мне сказать тебе, во-первых, это не все происходит сразу. Это будет причиной, по которой они затыкают это сейчас, чтобы им не пришлось в будущем принимать дополнительные законопроекты об осигнованиях. Когда некоторые из этих республиканцев могут задать очень неудобные вопросы. Значит, этих денег тебе хватит на большую часть 2023 года. Как я уже сказал, вступление в Россию означает победу в этой войне в 2023 году. Утро деньги, увеличь их вчетверо, чтобы ты не хотел делать. Просто позволь печатному станку работать без остановки. Почему бы нам просто не перебросить деньги по воздуху? Мы пролетим над Киевом, выбьем дверь, вытащим подон полный денег, и мы просто будем безостановочно доставлять деньги по воздуху в Киев. Это не изменит результаты. Все, что произойдет, это то, что ты продлишь неизбежное страдание украинской нации, которую, как ты утверждаешь, поддерживаешь. Они умирают. Украинская нация умирает, украинский народ умирает. Они будут умирать в ужасающем количестве в наступающем году, и мы ничего не можем сделать, чтобы спасти их. К сожалению, четверть миллиона, полмиллиона человек, которые сейчас живы, не будут живы к концу лета. И все это из-за тебя, людей, которые поддерживают людей, которые ударили по печатному станку, которые выпустили 45 миллиардов долларов. Это ничего не изменит. Ракета Патриот. Да. Ты читал историю? Не очень хорошая система вооружения, верно? Нет, это ужасная система вооружения. Она не работает, если ты не находишься в условиях лабораторного типа, где все идеально. Это очень сложная система. И это та система, которая, честно говоря, никогда не работала в открыто-враждебной среде, где люди активно пытаются ее убить. И ее так легко убить. Это предсказуемая система. У нее есть радар, который должен стоять в очереди почти непрерывно, чтобы направить ракету, и когда вы ставите радар в очередь, когда вы активируете радар, он подает сигнал. Этот сигнал уникален. Он может быть обнаружен нацией, которая потратила последние 30 лет на подготовку к борьбе с ракетой Патриот. Если ты думаешь, что русские сидели там и думали Патриот, не беспокойся об этом. Мы никогда не собираемся воевать с американцами. Я думаю, русские говорят, что возможно нам придется однажды сразиться с этой штукой. Давай изучим ее, изучим, изучим. И ты знаешь, что прелесть изучения любой американской системы в том, что ты знаешь, что мы развертываем ее по всему миру. По всему миру. И ты же не думаешь, что у русских есть маленькие группы тактической разведки, которые сидят за пределами базы Патриот и просто впитывают все сигналы. Что это за сигнал радара? На какой частоте? О, они готовятся открыть огонь. Что там происходит? Какое командование и управление происходит? Бум-бум-бум. Как мы можем это заглушить? Что произойдет, если мы, пока эта ракета летит, войдем с каким-нибудь самолетом радиоэлектронной борьбы и встанем в очередь на этой частоте? Мы что-то путаем. О, мы действительно путаем этот сигнал. Ты имеешь в виду, что они не могут навести ракету в этот момент времени, или мы можем заставить их выпустить все свои ракеты по ложному целеуказанию? Они могут думать, что их атакуют. Но это не так. Они собираются стрелять каждой из своих 700 ракет. Что мы можем поделать? Ты же не думаешь, что русский делал это. Я могу тебе гарантировать, что они это делали. Есть куча парней, которые всю свою жизнь ждали, чтобы бороться с системой Патриот, и теперь Джо Байден получил самый большой подарок в истории. Они собираются убить его в бою в Украине вместе с украинскими солдатами, которых мы собираемся обучить управлять этой системой. Это не окажет никакого влияния на поле боя, вообще никакого. И все же мы даем ему это, даем это. Эй, Скотт, это хорошо для Рейтиан, брат. Давай же. В этом все дело. И это все тогда, когда появляются скептики, и я говорю что-то вроде, эй, это действительно хорошо для Рейтиан. Это действительно хорошо. Почему у нас экономика, основанная на войне? Я не хочу продолжать говорить об этом вечно, потому что я знаю, что ты должен бежать сегодня. Но это просто странно, что у нас действительно такая экономика, основанная на войне, где военные подрядчики, знаете, если вы живете в штате, знаете типа, и это. Это может быть частью менталитета Линдси Грэм. Если вы собираетесь, я думаю, попытаться подумать, может быть, в этом есть какая-то логика. Все, например, в Массачусетсе, о да, мы кучка либерал-демократов, но мы действительно любим Рейтиан. Мы любим и да. Вот почему мы продолжаем голосовать за войну, потому что почти в каждом штате есть военная база, есть военный подрядчик. И мы просто разбросаны по всему земному шару, Скотт. На данный момент речь идет только о деньгах. Патриот, ты только что сказал, что патриоты — это отстой, верно? На самом деле они не работают. А если они работают, то должны находиться в контролируемой среде. И тогда враг может вроде как сообразить, как испортить отслеживание и все такое. Так в чем же тогда смысл, кроме как снова набивать карманы людей из-за Рейтиан? Послушай, мы — это грубое упрощение. И я просто говорю это заранее, потому что знаю, что получу комментарии. Скотт, ты пропустил это, ты пропустил это. Ты пропустил это. Да, я это сделал. Я это сделал. Мне жаль. То, что я собираюсь сказать. Грубое упрощение, но это правда. Вторая мировая война спасла экономику Соединенных Штатов Америки. Мы погрузились в глубокую рецессию, демонстрирующую присущие капитализму недостатки. Началась Вторая мировая война, и наш диктатор-президент Франклин Делана Рузвельт смог создать военную экономику, которая помогла нам стать арсеналом демократии, иметь занятость и все такое прочее. И мы не заплатили в войне ту цену, которую заплатили другие нации. Так что мы вышли из этого. Но мы поняли, что если мы вернемся к нашему довоенному статусу, врожденные недостатки капиталистической модели возродятся, и мы снова рухнем в Великую депрессию, потому что американская модель капитализма отстой. Да, это буквально отстой. Речь идет о том, чтобы сделать богатых очень богатыми, а всех остальных очень бедными. Да, мы можем поделать систему, создав искусственную экономику, которая создает рабочие места и доходы, делает ее богаче, но делает бедных немного менее бедными. Мы можем это сделать. Но нам нужно что-то, что сбило бы с толку американский народ, потому что обычно нет смысла тратить деньги на какие-то вещи. Ты должен быть миролюбивым, ты должен быть нет-вечным воином. И вот что мы сделали, после Второй мировой войны мы сохранили наше глобальное присутствие и создали холодную войну. Кстати, мы создали холодную войну. Советский Союз не искал врагов, мы искали их. И тогда мы должны построить экономику, военно-промышленное предприятие, которое удержит нас на плаву. Это то, о чем предупреждал нас Дуайт Эйзенхауэр в своем прощальном обращении. Он предупреждал нас об этом. И он также предупреждал о связи с Конгрессом, потому что теперь эта экономика основана на деньгах. Конгресс контролирует деньги. Это становится источником политической власти. И вот ты берешь эту оборонную промышленность и делаешь худшую вещь в мире, когда дело доходит до эффективности работы. Ты разбиваешь ее на мелкие кусочки и распространяешь по всей стране, чтобы каждый приложил свою руку к пирогу. И это то, чем сегодня является Америка. Мы нация капиталистов, которые зарабатывают свои деньги на орудиях войны, которым требуется воинственная политика, чтобы оправдать свое существование. И ура, вот тебе и Америка. Мы находимся в состоянии вечной войны. Америка наиболее слаба, когда царит мир. Да. Мне неприятно это говорить, но Америка наиболее слаба, когда царит мир, потому что мы больше ни за что не выступаем. Мир — это яд американской системы. У нас должен быть конфликт, у нас должна быть война, чтобы мы могли выполнить наши, вы знаете, обещания системы. Как только ты отключишься от этих 800, а то и 8090, я не знаю, какой миллиардный оборонный бюджет, который мы даже не знаем, куда он идет. Министерство обороны провело аудит, и в очередной раз они спрашивают, где там триллионы долларов. Мы понятия не имеем, где они. Правда? Я думаю, что есть члены Конгресса, которые знают, куда пошли эти деньги. Я не знаю. Я никого не обвиняю в коррупции, но я обвиняю их всех в коррупции. Взгляни на банковский счет среднестатистического человека, первокурсника, конгрессмена, претендующего на пост. Посмотри на этот банковский счет. А затем, если они останутся в Конгрессе на пять сроков, посмотри, как их банковский счет обанкротится. Да. Скажи мне, что в Америке нет коррупции. Скажи мне, что мы не самая коррумпированная политическая система в мире. Посмотри на Нэнси Пелоси и ее слияние. Посмотри на Митча Маканелло и деньги, которые у него есть. Посмотри на Джо Байдена и деньги, которые у него есть. Правда? Я и не знал, что за работу государственного служащего так хорошо платят. Да. На этой ноте, Скотт, мы подведем итоги. Что ты делаешь на Рождество? Просто заляжем на дно и насладимся немного миром и доброй волей на земле и все такое? На самом деле так оно и есть. Я собираюсь быть дома на Рождество, на Рождество с моей женой, моими детьми и их женихами. А затем 26-го я улетаю в Калифорнию и буду со своими родителями. Им обоим уже за 80, так что очень важно съездить туда и повидаться с ними. Моя сестра приедет, мы хорошо проведем отпуск, а затем в канун Нового года я улету домой. Это потому, что канун Нового года – один из самых больших праздников на постсоветском пространстве. Это большое событие. Так что очень важно, чтобы я был дома. Уже полночь, у нас большой стол, и мы встречаем Новый год, не так ли? Но в течение этой недели я буду действовать инкогнито или не буду давать никаких интервью в течение этой недели. Я беру недельный отпуск. Я с тобой. Ну, я собираюсь, я буду здесь настоящим клише и скажу, ну тогда, возможно, увидимся в следующем году, Скотт, и будь в безопасности. Увидимся в следующем году. И еще раз спасибо, что ты здесь. Как всегда, потрясающая проницательность. И, ребята, опять же, я решил, что дам Скотту еще одну затычку для его книги «Здесь». Разоружение во времена перестройки, контроль над вооружениями, конец Советского Союза. Некоторые уроки, которые мы могли бы извлечь прямо сейчас, если бы действительно захотели это сделать. Скотт Риттер, еще раз спасибо тебе и счастливого отдыха. Спасибо и счастливого отдыха.